Всем огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Это очередная серия покупок под влиянием YouTube, потому что если бы не YouTube, я бы не знала ни фирмы The Balm, ни Tarte, ни уж тем более Colourpop. Итак, давайте я начну, наверное, с Colourpop. Вот такая книжечка была в моей посылке. Заказывала я на официальном сайте. И также здесь была открыточка, благодарственное письмо, так скажем, тоже от фирмы Colourpop. На этом останавливаться особенно не буду. Давайте начну с матовых помад, которые, кстати говоря, по качеству очень-очень разные, как ни странно. И первую помаду, которую хотела вам показать, вот в таких упаковках, оттенок у нее инстигатор и вот такого вот она цвета. Цвет сейчас передается довольно правдоподобно. Следующее видео, которое вы будете, я надеюсь, вы будете смотреть на моем канале, это видео все на себя, где я показываю на своих губах все помады Colourpop, которые у меня есть. Это оттенок инстигатор. Они все очень по качеству разные, по плотности, по нанесению, по стойкости даже, я бы сказала. Но об этом чуть-чуть попозже. Это оттенок инстигатор. Следующий оттенок. Это не матовая помада. Я решила купить сатиновую, ультра сатин лип. Решила попробовать сатиновую помаду заказать. Оттенок называется Эхо Парк. Это, знаете, вот из серии не идут мне никакие натуральные помады, никакие лиловые помады, но Наташа упорно двигается к цели собрать у себя коллекцию помад, которые ей абсолютно не идут. Это сатиновая помада. На губах она выглядит, я бы не сказала, что прям сатиновая, она какая-то такая полуматовая, полусатиновая. Довольно красивый, на самом деле, оттенок, который, на мой взгляд, мне абсолютно не идет. Вот так вот выглядела помада Эхо Парк сатиновая. Следующая помада, которую мне хотелось вам показать, это Клулис, что-то типа того. Вы знаете, что я в английском абсолютно не сильна, поэтому тоже вот такой вот какой-то натурально-лиловый оттенок. Тоже его сейчас камера довольно неплохо передает. На фотографиях в Инстаграм видео помада смотрелось абсолютно по-другому. Я думала, что она мне очень-очень даже будет идти, но на самом деле я как мертвячок такой вот с ней. Оттенок, конечно, очень красивый. Кому такие оттенки идут, мне кажется, прям шикарная помадка. Следующая помада, которую я хотела бы вам показать, оттенок у нее Оуджин. Я не помню, показывала я ее или не показывала, но покажу еще раз. По-моему, в покупках я уже ее показывала. Такой яркий-яркий оттенок. Порой, снимая видео, забываешь, что показываешь, что не показываешь. Яркий такой неоновый оттенок, хотя в тюбике он смотрится как-то, по-моему, не таким ярким. Следующая помада, которую мне бы вам хотелось показать, это оттенок Салу. И вот с ней-то как раз я абсолютно не ошиблась. Она мне очень идет, и цвет, мне кажется, настолько универсальный. Нет людей, кому этот цвет бы не пошел. Поэтому, если вы раздумываете на тему, какой бы оттенок заказать и не знаете, тоже мучаетесь. Там по сводчам очень тяжело, на самом деле. По сводчам определить, пойдет цвет или не пойдет. По фотографиям, даже по видео на ютюбе очень сложно. Вот это, мне кажется, универсальный оттенок, который подойдет абсолютно любой девушке. И днем, и ночью, как говорится, и впервые в мир. Очень красивый цвет. Не липкий на губах. Так что к этой помаде претензий нет. Вот этот цвет Салу. Следующий оттенок помады Бамбл. Пришла мне эта помада, я, честно говоря, очень сильно удивилась ее оттенку. Потому что посмотрела в инстаграм перед тем, как заказать. Посмотрела на ютюбе видео. На девчонках смотрится абсолютно по-другому, нежели на мне. Конечно, я эти помадки уже попробовала по разочку. Но цвет все равно красивый, мне идет, я считаю. Но это вы сможете оценить в следующем видео, где вы увидите все помады на моем лице, на моих губах. Но цвет, кстати, очень такой необычный. Он и не кирпичный, и не розовый, и не коричневый. Вот как-то все вместе сошлось в одном цвете. Довольно необычный, красивый оттенок Бамбл. Следующее, что я хотела вам показать. У меня уже есть одна помада, липстик от Коуэр Поп. И она мне, честно говоря, не очень понравилась. Мне стало интересно, все ли они такие по качеству, или не все. У меня оттенок Кантемпа. Вот такие вот пухленькие стики. Очень удобные, выкручивающиеся механизмы у них. Очень хорошая пигментация. Полностью перекрывает пигмент своих губ. Очень неприятный запах. Отдушка какая-то косметическая. И в то же время пахнет какой-то краской. И на вкус она мне тоже очень неприятна. Цвет неплохой, но, казалось, он тоже не особенно-то идет. Поэтому у меня такая, знаете, посылка 50 на 50. Что-то прям оставило меня в восторге, а что-то абсолютно не понравилось. Ну, наверное, это нормально. Оттенок, еще раз повторюсь, называется Кантемпа. И вот так вот он выглядит на руке. Следующее, это, пожалуй, что мне очень-очень понравилось в посылке от Colourpop. Вот, кстати, покажу пустую коробочку. Она выглядит вот так вот. Когда я получала посылку с официального сайта Kylie, тоже была коробочка. И тоже такая вот красивая внутри. То есть приятно так вот на самом деле все это открывать, смотреть. Три оттенка теней я себе заказала. Мне стало очень интересно, потому что все хвалят эти тени и говорят, что у них какая-то очень необычная консистенция. Что-то между сухими текстурами и мюсовыми. И я решила заказать первый оттенок, который я вам покажу. Это коричневый, такой темно-коричневый, называется Party Time. Вот такие вот упаковки. Я, кстати, по видео думала, что они поменьше, но они такие довольно увесистые. Вот такой вот красивенный темно-коричневый оттенок. У них потрясающая пигментация. И, как вы видите, абсолютно новенькие тени. Я еще даже их не пробовала. Давайте попробуем вместе. Они действительно такие... Смотрите, какая классная пигментация. Такие полумусовые, полу... Какие-то сухие, очень интересные. И давайте куда-нибудь вот сюда вот перенесем. Посмотрим, как они... Потрясающее ощущение на самом деле. Мягкие-мягкие такие. Не знаю, как они на глазах растушевываются пока еще. Но обязательно сниму какое-нибудь видео и покажу. Вот такие вот красивые тени. Это оттенок Party Time. Следующий оттенок, который мне хотелось вам показать, давайте, тоже коричневый. Чуть-чуть посветлее. И, по-моему, он более такой львовый какой-то, на мой взгляд. Вот такой вот цвет. Это Tank или Tank. Я просто покажу вам, а вы прочитайте сами, чтобы не коверкать название. Красивый тоже очень цвет. Мне кажется, такой ежедневный. Под любой наряд очень универсальный. Вот этот вот оттенок. Он уже не такой яркий, но все же очень пигментированный. Давайте куда-нибудь вот сюда вот нанесу его. Очень красивый цвет. Мне кажется, с помощью даже этих двух цветов можно сделать очень-очень красивый макияж. Следующий оттенок теней, это, давайте, наверное, это оставим на потом. А сейчас я покажу один из самых популярных оттенков, судя по Инстаграм. Оттенок называется Stereo. И выглядит он вот так. Это уже не матовые тени. Как вы видите, они очень блестящие. В них очень много переливающихся, мерцающих частичек. Давайте покажу, как он выглядит. Смотрите, как потрясающе просто. Мне кажется, что глаза будут с этим оттенком просто сиять. Какой-нибудь вечерний макияж. На Новый год, да, кстати, можно сделать какой-нибудь макияж с этим цветом. Перенесу его на свободное место вот сюда. Давайте еще немножечко, чтобы он был поярче. Вот такой вот оттенок. Переливающийся, красивый. Сейчас я не преследую цель сделать обзор на эти продукты. Просто такое вот ознакомительное видео. Я обязательно сниму какие-нибудь макияжи и покажу все это поближе, расскажу. И последний оттенок теней, который мне хотелось вам показать. Lice или Lace, наверное. Это цвет такой ярко-ярко-фиолетовый. Наверное, чуть в синеву уходящий, но все-таки он такой ярко-ярко-фиолетовый. И тоже очень насыщенный. Здесь очень-очень-очень много блесточек, очень приятные на ощупь. Как растушевывается, пока еще не знаю, но глаза не наносила. И давайте тоже куда-нибудь, может быть, вот сюда вот нанесу. Цвета, конечно, потрясающие. Очень приятные, очень красивые. Вот такой вот красивенный цвет. Тоже, мне кажется, будет очень красиво смотреться в каком-нибудь вечернем макияже. Такие вот покупки у меня были у фирмы Colourpop. А сейчас мне бы хотелось... Смотрите на меня. А сейчас мне бы очень хотелось показать вам еще одну помаду, которую я купила уже довольно давно. И в парочках видео она фигурировала. Это помада фирмы The Balm. И оттенок у нее Honest. Вот такая помада. Она такая рыжая. И сейчас она у меня на губах. Помада... Я уже успела ей, на самом деле, попользоваться. Поэтому я вам сейчас немножечко о ней расскажу. Спрашивала девчонок, как впечатление от этих помад. Сказали, что просто супер претензий нет. У меня претензия только одна. На самом деле помада действительно очень стойкая. Она очень равномерна. В отличие от помад матовых Colourpop сходит с губ. И слизистая не особо... Ну, вернее, вот этот вот стык между слизистой губами не особо виден при носке этой помады. Съедается она довольно плавно. Держится хорошо. Оттереть ее потом с губ сложно только маслом. Помада потрясающая. Наносится хорошо. Пигментирована прекрасно. У нее есть только один недостаток. Она липковата. Как ни странно, она липковата. Спрашивала девчонок в Инстаграм. Все сказали, что у них не липкие. У меня липкие. Вот смотрите. То эта помада уже час на моих губах. И она до сих пор все-таки остается не липковата. Эта липкость, конечно, не особенно прям вот какая-то такая, что ходить так нельзя. Но стоит отметить, что липкость все-таки присутствует. И последнее, что бы мне хотелось вам показать. Тоже обязательно сниму видео отдельное. Потому что это палетка тени от фирмы Tarte. Лимитированная палетка. Стоит отдельного обзора. И если вы хотите макияж с этой палеткой, то обязательно подпишите под этим видео. Потому что я небольшая любительница снимать макияжи. Но если такие запросы есть, в принципе, снять такое видео нет проблем. Вот так она выглядит. Она очень большая по сравнению с обыкновенными тарталетками. Тарталетки, наверное, вот такие вот. Это такая огромная палетища. Вот так вот она выглядит. Довольно увесистая. И это картон. Мне все время хотелось вот палетку, чтобы она была картонной. Не знаю, почему. Вот так вот. Уже я ее все испачкала. Открываем. Здесь защитная пленочка. И смотрим, что у нас здесь такое есть. Вот так вот она выглядит. Огромное зеркало. Я покажу вам сейчас пару-тройку оттенков, чтобы вы видели, какая пигментация. Но обзор на эту палетку я сделаю, наверное, отдельно, чтобы это видео не было слишком долгим. Давайте самые интересные цвета. Мне бы хотелось вам показать. Первое. Вот этот вот оттенок. Вот такая вот у него пигментация. Следующий оттенок, который... Давайте матовый. Вот этот вот красивый такой вот цвет. Вот он. Следующий оттенок. Не знаю уже на какой палец нанести. Попробую стереть с пальчиком. Давайте, наверное, я наберу вот этот вот оттенок. Вот такой вот красивый. Ну и последний. Даже не знаю, какой оттенок. Выбирайте. Давайте вот этот вот темненький такой перламутр. Очень красивый. Пигментированный. Выглядит таким полуматовым. Блестящим. Потрясающий цвет, на мой взгляд. Очень интересно, как эти тени наносятся на глаза. Как они держатся. Не скатываются ли. И об этом мы с вами узнаем из какого-нибудь другого видео. Давайте я покажу вам палеточку вот так вот поближе. Мне кажется, что палетка очень универсальная. Здесь достаточно любых оттенков и для дневного макияжа, и для вечернего макияжа. В общем, очень-очень довольна на самом деле своей покупкой. Итак, о том, часто спрашивают, где я все это покупаю, где все заказываю. Вот эту помаду для тех, кто живет в Москве, я купила на Белой даче. Переход между одного магазина ко второму магазину. И там вот в этом переходике девушка продает косметику фирмы Адебалм. Цены, конечно, дороговаты. Вот эту помаду я купила за 1600. В интернете она дешевле. Но плюс доставка, поэтому все те же 1600, в общем-то, и получаются. Color Pop, как я уже сказала, купила на официальном сайте. Цены прекрасные, но очень дорогая доставка. Бывают там какие-то акции, и доставка бесплатная, но от большой суммы покупки. Поэтому всегда нужно уточнять и смотреть. Так, и вот эту палетку, как и прошлую тортолетку, я купила у девочки в группе ВКонтакте. У нее очень адекватные, хорошие цены. Если вам будет нужна ссылка, я оставлю ее под видео. Пишите. И очень быстрой доставкой, в общем-то, я довольна. Палетка вот эта у меня обошлась маленькая тортолетка, у меня обошлась 3500, а вот эта вот огромная палетка 3600. Поэтому, в общем-то, цены у нее очень хорошие. Если заказ где-то на американских сайтах, хотя, например, в американской сифоре доставки в Россию нету, но, в общем-то, если заказать на каких-то других сайтах, все та же доставка выйдет, и цены там, в общем-то, то на то и выходят. Также поближе хочу показать вам цвета, которые сейчас передаются. Довольно неплохо камерой, так как я сегодня снимаю на фотоаппаратах. Фотоаппарат, в общем-то, не сильно искажает цвета. Давайте я покажу вам несколько оттенков. И отдельный обзор я обязательно сниму. Давайте вот этот вот красивый цвет вам покажу. Вот такой вот потрясающий. Следующий цвет давайте вот такой вот. Вот так вот он выглядит. И давайте какой-нибудь вот такой вот матовый оттенок. Тоже очень красивый, люблю такие коричнево-бордовые, фиолетовые. И давайте, наверное, какой-нибудь еще, какой-то у меня палец свободен. Вот этот вот оттенок тоже. Очень пигментированный, очень красивый. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным. Пишите обязательно, что вы думаете по поводу вообще фирмы Colorpop. Мне очень интересно, у кого есть эти помады, скатываются они с ваших губ или не скатываются. И вообще все характеристики, которыми вы могли бы описать эти помады. Потому что они очень-очень разные. И мнения о них тоже очень разные. И мне интересно, конечно, было бы послушать, что вы думаете об этих помадах. На сегодня все. И надеюсь, что мы увидимся с вами в новых видео. Пока!